Приветствую на канале Процветок. Сегодня мы будем говорить о розах и о зимнем укрытии роз. Сейчас вот наступила осень. Сегодня, конечно, у нас хорошая погода. Вернулось бабье лето. Но, несмотря на то, что погода хорошая, и кажется, что зима еще далеко, на самом деле сейчас самая активная пора. Время вообще подготовки роз к укрытию самое тяжелое для любого розовода, потому что всегда очень волнительно перед зимой, как это все перезимует. И, конечно же, очень тяжелое, потому что вот со всем этим великолепием, которое цвело и радовало все лето, сейчас нужно как-то так сделать, чтобы оно все перезимовало. И здесь, конечно, я не могу не сказать о том, что мои любимые миксбордеры, которые, в принципе, практически не имеют недостатков, и летом очень помогают мне как можно меньше ухаживать, потому что сюда не залезешь в течение сезона, и сорняков фактически не видно, то есть мне не надо так часто тут полоть или еще что-то делать с розами. То осенью это вот этот самый большой недостаток миксбордеров вылазит наружу, потому что нам нужно обрезать не только розы, но и все вот эти многолетники, которые здесь у меня с розами растут. То есть это просто добавляет нам работы. Но это, я повторюсь, единственный наш недостаток. И начиная укрывать розы, конечно же, в первую очередь, я начинаю освобождать землю под кустами. Я начну сейчас обрезать сначала многолетники. У меня для этого есть вот такие ножницы. Вообще, в принципе, обрезаются многолетники практически все. Не обрезаются только вот, я не обрезаю гейхеры, но все остальное можно просто стричь под самый корень. Кроме всего прочего, сейчас осенью, если вы успеваете, потому что я честно говорю, что успеваю я далеко не во всех розариях, сейчас можно прополоть в таком плотном розарии. Поэтому я всегда вот ношу с собой несколько разных инструментов. То есть это у меня мешок для травы, это мешок для листвы. И беру еще с собой такую вот корзинку, куда буду тяпкой просто то, что пропалываю под кустами. Заодно мы не просто пропалываем, мы рыхлим под кустами. Я вот вам хочу показать инструменты. Вот этот вы уже видели, им обрезается листва. Вот этот вот маленький, маленькие такие ножницы садовые, которыми очень хорошо срезать все тонкое. Во-первых, листики обрезать, во-вторых, мягкие побеги. Макушки. Возьмем наш пакетик, куда мы будем складывать листву отдельно. Потом у нас еще есть секатор с храповым механизмом. Вот он вот такой вот. Это для обрезания толстых побегов. И когда мы оголяем кусты, мы видим самые разные побеги, в том числе какие-то старые, которые там были не обрезаны или высохли. И у нас есть еще вот такой большой секатор, который тоже часть мне, как бы, нужен для работы с розами. Вот это у нас маленький кустик флорибунды. Я могу сказать, что в целом у меня очень большие кусты, как вы знаете. Поэтому я достаточно просто поступаю, чтобы упростить себе задачу. Розы флорибунда, их можно обрезать под укрытие на высоте 50-60 см. Этот куст, как вы видите, сам по себе небольшой. И для того, чтобы ускорить себе работу, как ни странно, я могу взять вполне вот этот инструмент и сделать просто все вначале вот так под укрытие. То есть вот я себе облегчила задачу, очень быстро обрезала макушку. Сейчас мы не считаем ни почки, не думаем, как это все потом будет весной, потому что весной это совсем другая у нас обрезка. Сейчас мы просто должны наши кусты освободить от того, что может гнить под укрытием. То есть для чего я, в принципе, вообще обрезаю вот эту всю листву. Во-первых, на листьях зимует источник различных инфекций. Могут зимовать вредители. Во-вторых, это помогает мне избежать источника гниющей инфекции под укрытием. Потому что у меня достаточно... У нас вообще, в принципе, в Белоруссии бывают очень часто влажные зимы с оттепелями. И под укрытием может быть очень влажно. И для того, чтобы вот это все, естественно, начнет гнить вот эти все листья, а я уже это проверяла неоднократно, особенно это важно в тех кустах, которые ты пригибаешь к земле, ну и в этих лучше всего вот это все убрать, потому что вот эти толстые листики сочные, они начинают гнить и в дополнительный источник инфекции. Вот у нас, в принципе, практически оголился куст. Вот его, видите, общая высота. Сверху я просто поставлю дуги и укрою его. Сейчас, поскольку вот куст мне оголился, в принципе, понятно, что сейчас осенью нам важно сохранить по максимуму вообще все, что у нас есть, потому что мы не знаем, как это перезимует весной. Но все равно я какие-то веточки, которые я считаю ненужными, могу подрезать уже сейчас. Например, вот такие тонкие вырезать, чтобы не возиться с ними весной. Вот такой сухой пенек. Ну и все. И вот этот куст, в принципе, вот он на одной высоте. Вот фактически он готов для того, чтобы сверху на нем поставить укрытие наше. Значит, что касается вот этого куста. Это на самом деле тоже флорибунда. Это у меня растет навалис. И он, конечно, вот эта вот флорибунда более низкая. А эта флорибунда любит такими выстреливать под осень вот такими побегами. И вы видите, что они еще даже пытаются цвести. Но на самом деле, поскольку она флорибунда, я ее тоже могу обрезать фактически вот на этой высоте. Ну, оставлю, может быть, чуть выше. Сначала я возьму вот этот толстый побег. Как ни жаль, уже это не зацветет, потому что сейчас пройдет у нас наша теплая бабья лето. И, естественно, придет зима. И все эти побеги, которые не вызрели, а по ним это видно. Этот куст я ставлю вот повыше, потому что сама по себе эта флорибунда достаточно высокая. я обрежу вот эти отсветшие макушечки и укорочу все приблизительно на одной высоте. Вот сейчас у нас вот этот кустик пока у нас сантиметров 60. Все-таки я его подрежу пониже до 50 сантиметров, чтобы все укрытие было плюс-минус одинаковое. И сниму с него всю листву. Еще раз пройдусь тяпкой. Мы делаем вот такую землю рыхлую. Одновременно немножко я, видите, на кусты подтяпываю. Я не буду розы ничем засыпать, потому что, опять же, вот то, что я говорила, влажная зима и влажная мизина у меня. У меня такие условия не очень хорошие. Я поэтому вообще, в принципе, не окучиваю. Но немного земли при рыхлении под кусты подсыпаю. Что касается обработки срезов. Именно осенью я срезы обрабатываю. Использую два препарата. Использую либо ранет, либо живая кожа. И замазываю им, особенно вот все толстые срезы. То есть вот это все как бы надо будет замазать. Это ими очень легко пользоваться. Такие тюбики. Садовым варом я не пользуюсь. И, в принципе, не считаю его, как бы, необходимым именно для срезов. Ранет мне очень нравится. Он, во-первых, трехкомпонентный. То есть он одновременно заживляет, дезинфицирует и закупоривает побег. И после него, фактически, мне не приходится обрезать весной срезы. Вот если я обрезала и замазала, то, ну, как бы, срез сохраняется в достаточно, как бы, хорошем состоянии. Не чернеет макушка. И я, в принципе, его тогда не обрезаю. По поводу перчаток. Вот эти перчатки удобные. Это все вообще строительные, на самом деле, перчатки. Удобные для прополки. Но когда дойдет до пригибания роста, у меня есть вот таких два типа перчаток. Это я, опять же, напоминаю, защищайте свои руки, иначе будут у вас они очень, как бы, страшные, и это больно. То есть у меня есть вот такие толстые перчатки, просто толсто прорезиненные. И есть вот такие кожаные перчатки специальные. Я их, как бы, люблю, потому что они достаточно эластичные, гибкие. Но в то же время, в принципе, неплохо защищают, особенно, как бы, от небольших всех шипов. Но единственное, что вот тут через тканьку, конечно, могут руки прокалываться. Здесь у нас сидит несколько разных кустов роз. Вот это вот английская роза Давида Остина. Здесь еще одна маленькая флорибунда перед ней. И вот это тоже роза видовая, старинная, которая, в принципе, обрезается так же, как и Остинки. То есть, если флорибунды у меня сейчас я просто обрежу коротко, как остальные флорибунды мы обрезали, то вот это вот нам надо будет все пригнуть для зимовки. Я могу показать вот у этой розы вот такие бордовые кончики. Это на самом деле не вызрело. Это достаточно молодой куст. И вот он пошел активно расти под конец лета. И выбросил вот такие вот побеги. На самом деле, они, скорее всего, не перезимуют удачно. Поэтому я вообще макушки обрежу. А так, в целом, все, что касается шрабов, английских роз, которые относятся к шрабам конкретно. И вот таким старинным обрезка идет осенью, минимальная. Вырезаем только то, что не вызрело, то, что плохое, сухое, вот то, что мы видим сразу осенью. Обрезаем листву, и все вот это будет укладываться для пригибания. За ними еще у меня есть вот такая вот это кордесовская плетистая роза, которая тоже там не так много лет, наверное, года 4. Она вот еще не очень большая. И она тоже будет обрезаться минимально. Обрежутся вот эти макушки. Видите, вот уже заморозками на самом деле их побило. У нас были сильные заморозки и побило. Поэтому на срезе мы будем смотреть, какая там древесина. И, возможно, подрежем до достаточно сильно, чтобы найти чистую. Потому что все, что у нас не вызрело, оно под укрытием опять же будет подгнивать. и станет источником инфекции. То есть вот эти вот молодые побеги я сейчас обрежу. Посмотрю, что у нас на срезе. Но они, кстати, вот у нас вот этот вот подмерзший. Вот, видите, вот этот кончик. Не знаю, видно ли вам на видео, но он имеет такую бурую серединку. А вот здесь я уже обрезала до здорового. То есть здесь вот уже просто светлый срез. И вот эти побеги, видимо, они больше вызрели. И у них тоже светлая серединка. Значит, с ними все в порядке. И у них есть еще шанс, поскольку зима может прийти по-разному, может прийти рано, а может еще у нас достаточно долго длиться осень, то вполне возможно вот этот побег еще вызреет. Вот у нас практически оголился наш кустик. Что я увидела? Во-первых, я увидела сухой побег. Сейчас я его вырежу. Теперь, когда мы все видим, мы видим, что внутри, в середине у розы есть несколько высохших побегов. Я их просто вырезала. Все. Нет, вот еще один. Этот побег, кстати, не вызрел. Здесь другая причина. На самом деле, это было повреждение побега, возможно, вредителем, и он просто перестал расти и вот таким вот стал. сейчас я его увижу и удаляю. Немного обтрясем. Вот наш кустик. Теперь он готов в принципе к пригибанию и укрытию. Что касается вопросов пригибания. Ну, во-первых, я немножечко этот куст свяжу для того, чтобы он был более компактный. Вот эти все молодые побеги, это, ну, поскольку куст молодой, вот она здесь еще не очень высокая, вот это уже новое пошло расти. Вот это все легко как бы пригнется, и я, возможно, его свяжу бечевкой для того, чтобы это было просто более компактно, и мне было удобнее это все пригибать. Когда нужно пригибать? Пригибать нужно до того, как наступят минусовые температуры, это точно. То есть укрывать вы можете раньше, укрывать вы можете позже. Опять же, подчеркну, если вы укрываете современными укрывными материалами, дышащими, как спонбонд, но если у вас укрытие совсем другое, если вы, допустим, как еще вот раньше было, укрываете рубероидом или еще чем-то недышащим, то, конечно же, надо укрывать только после наступления устойчивых минусовых температур. Поэтому вам как бы укрывать рано. Если вы просто, потому что укрытие бывает разное, если вы просто окучиваете и укрываете, допустим, лапником, хотя это не укрытие, на мой взгляд, но чайно-гибридные розы все равно обрезаются, в принципе, они могут зимовать под таким укрытием, это не страшно, если вы привыкли, вы так укрываете, то вам тоже, на самом деле, розы можно окучить и прикрыть лапником уже как бы достаточно поздно. Раннюю окучку я все-таки не рекомендую, потому что осенью еще могут идти дожди, и вообще, чтобы окучка хорошо работала, она должна быть сухая, поэтому нужно дождаться действительно минуса, и того, чтобы перестал вообще сезон дождей прошел, и только после этого этой сухой землей окучить, многие там сохраняют и укрывают пленкой, заранее предварительно готовят эту землю для окучивания, и после наступления заморозков вы окучиваете и дальше применяете этот ваш лапник. Что же касается спонбонда, спонбонд вообще современный суперматериал, который помогает и облегчает жизнь садовода. Во-первых, вам не хочется ехать на дачу поздней осенью, вы не любите холода, вы укрываете свои розы дальше, ну, намного раньше, оставляете просто приоткрытыми торцы, то есть неплотно до земли пригибаете с нескольких сторон, и, в принципе, такое укрытие может простоять до того времени, когда действительно станет холодно, вы просто приедете и до конца прикроете эти торцы буквально там за пару часов, за час. Вот. Если, как бы, вы наоборот, у вас нет времени, не хватает, вы можете укрыть после заморозков, я один раз укрывала, когда уже выпал снег, это было смешно, вот здесь важный момент, когда уже становится совсем холодно, розы должны быть пригнуты, почему? Потому что тогда вам придется просто их обрезать, они будут ломаться, вы не сможете их пригнуть по холоду, вот это момент важный. Но укрыть можно, в принципе, розы и позже. И я приехала, был снег, я просто взяла метлу, розы были пригнуты, я немного, мне было страшно, первый раз у меня так розы зимовали, получалось, что уходили, я их укрывала уже со снегом. Но на самом деле очень хорошо все, перезимовала, я немного метлой стряхнула этот снег и сверху положила на дуги, на уже приготовленные кусты укрытия. Но подготовить нужно все это в любом случае заранее. Вот сейчас октябрь месяц, самое хорошее время, в принципе, для подготовки. Тут еще и погода такая благоприятствует. Как будем вообще, в принципе, укрывать, пригибать точнее? Я могу сказать, что всегда начинаю пригибать с тех кустов, которые будут в центре. То есть у нас крайние кусты, они всегда ложатся сверху, это удобно. и есть еще один момент, желательно пригибать, стараться, по крайней мере, всегда в одну и ту же сторону, потому что кусты привыкают к такому положению и намного легче действительно потом гнуться у вас. Сейчас мы быстренько обобьем. Есть еще один, как бы, такой, вообще, в принципе, надо поговорить о том, что еще может облегчить жизнь розовода в такое непростое время. Во-первых, садовый пылесос. У меня тоже есть садовый пылесос. Я сейчас, видите, собираю эти листики в мешки, но если у вас нет времени, вы можете сделать по-другому. То есть можно просто обрывать эти листья, скидывать на землю и потом садовым пылесосом собрать, сдуть эту всю, выдуть эту всю листву из цветника, ну и потом собрать в пакеты. Многие боятся, что садовый пылесос будет втягивать, вдягивать землю. Это неправда. На самом деле, даже в сграве очень легко хороший садовый пылесос сдувает просто эти листики и тоже достаточно легко убирается все. Еще такой, в общем-то, в принципе, прием. Некоторые розоводы тоже, опять же, для облегчения себе жизни применяют. Они применяют обработку. То есть они берут раствор медного купороса и обрабатывают свои листья. После этой обработки, вернее, свои розы, после этой обработки листья достаточно быстро сами опадают. В принципе, такой тоже способ возможен, но не могу сказать, что я его практикую, потому что, в принципе, я не очень люблю медный купорос. А препаратов более современных листва так не опадает. надо обязательно, наверное, поговорить еще об обработке осенней. Здесь можно сказать, что обрабатывать осенью надо, но делается это уже перед самым укрытием, потому что эффективности того, что вы сейчас обработаете, и потом эти розы ваши все равно будут стоять, никакой. Поэтому это уже делается перед самым укрытием. Чем можно обрабатывать? Понятно, что это будет достаточно холодно, поэтому это будут препараты на основе меди. Опять же, если речь идет, это вот тот же медный купорос, хотя некоторые предпочитают именно осенью обрабатывать железным купоросом. Считается, что железный купорос осенью лучше. Вот пока я тут обрезаю, я вам могу показать, вот я наткнулась на то, что побег был поврежден уже заморозками. Видите, какой у него срез? Вот опять такой, не светлый, он такой имеет легкий коричневый оттенок, поэтому мы будем обрезать и смотреть. Ну, вот это уже пошло у нас посветлее. То есть, видите, заморозки все-таки повредили, и заморозки у нас были достаточно сильные. Ну, это жизнь, и это не страшно, самое главное, это просто подрезать эти побеги, потому что то, что повредилось заморозками, оно уже скиснет. Еще здесь тоже возникает вопрос очень часто у людей, что делать, обрезать ли молодые побеги, если заморозков еще не было, ну, вот так получилась такая осень, и вы укрываете, не укрываете, а вернее, перегибаете. Ну, на самом деле, вот с обрезанием молодых побегов торопиться не стоит, вообще их подрезать надо будет в любом случае, но иногда бывает так, что побеги все-таки в какой-то степени вызрели, и они, в принципе, могут и перезимовать, поэтому, опять же, вот здесь такой момент, если вы укрываете рано розы, то, конечно, молодые побеги все-таки вам придется обрезать, потому что вы не знаете, как они переживут заморозки. Если вы укрываете позже, то вы оставляете молодые побеги на самый конец, и когда уже закрываете полностью укрытие, вы уже видите, то, что побила заморозками, значит, однозначно обрезается. То, что не побила, вполне возможно, то есть пройдя заморозки, значит, эти побеги возможно перезимует вот мы добрались уже до плетистой розы где уже прям четко видно что побеги повредились они даже вот подвяли у нас и мы их обрезаем ну на самом деле вот не вызревшие побеги они прям на ощупь даже чувствуется потому что у них молодая древесина мягкая такая молодые вот эти вот шипы вот я здесь пожалуй все эти кончики бордовые обрежу это вот все там там молодежь которая отросла пуста ну вначале скажу в целом объясню как вообще в принципе будет укрываться вот этот розари он не имеет регулярной формы то есть если бы это было просто выделенная полоса мы просто поставили дуги вдоль все это всей этой полосы он у меня достаточно широкий и такую имеет плавную произвольную форму поэтому укрывается он просто сплошным массивом у меня есть очень большие куски спонбонда которые шириной там четыре метра и я накидываю просто на всю эту площадь большой кусок спонбонда под для того чтобы снег не продавил вообще не поломал наши кусты ну и для того чтобы пригнуть шрабы которые у нас тут есть я использую дуги в принципе это их основное назначение для того чтобы снег не ломал кусты для того чтобы можно было софиксировать все дуги дуги у меня разные дуги будут в металле есть как используется для парников они в оплетке пластиковый достаточно удобно и есть просто арматура которая в принципе ну просто резалась покупалась резалась часто возникает вопрос есть ли вред от арматуры для побегов на самом деле я ничего не подкладываю и уже на протяжении 17 лет просто ставлю эти арматурены и ничего по соприкосновения побегов и этой голой арматуры я вас уверяю не бывает значит и вот зная вот это что вот мы укрываем это одним большим куском мне надо здесь часть роз от просто над ними поставить вот те которые флорибунды чайно-гибридные им просто обрезаны мне надо просто над ними поставить дуги для того чтобы держала в держал и укрытие а шрабы мне нужно пригнуть и зафиксировать и понятно что роз у меня много арматуры там вроде тоже много но все равно постоянно не хватает потому что количество розы растут и арматуры нужно больше я достаточно экономно стараюсь ставить и и вот то что я буду гнуть вот смотрите я беру начинаю гнуть постепенно во первых никогда не гните сразу мы берем и плавно раскачиваем куст для того чтобы у нас растягивались вот здесь вот ткани у розы и пригибаю вот эту вот макушку где-то на высоту общую укрытие помоги пожалуйста сейчас мы поставим здесь дуги ставь дуги вот мы фиксируем одну дугу ставим это пока фиксирующая дуга которая позволит нашему кусту оставаться в том положении в котором есть все мы зафиксировали куст дальше мы ставим уже дуги для самого укрытия сейчас мы возьмем зеленые пластиковые вот этим мы зафиксировали можно даже воткнуть еще пониже опустить если у вас это получается для того чтобы все таки эти побеги были пониже и сверху просто на всю ширину вот как ставится у нас вот мы ставим наши дуги обязательно ставим над основанием куста хотя она вроде бы низко ну одновременно стараемся поставить пошире для того чтобы вот этот следующий куст чтобы он тоже пошел через какое расстояние ставится вот здесь нам надо будет поставить две дуги по ширине и для того чтобы вот сделать перехлёст мы поставим крест-накрест от этого наше укрытие будет только жестче и вот здесь поставим еще одну опять же надо подумать как мы поставим поставили скорее всего вот так вот у нас вот здесь перехлёст и вот эти моменты достаточно жесткие получаются вообще конечно если у вас просто прямоугольная вытянутой формы розари то вы можете не ставить вот такие крестообразные эти все сооружения вы можете поставить просто как парник эти дуги и сверху укладывают арматуру либо специальное приспособление есть такое для укрытия и фиксируют просто для жесткости пропуская через все вот эти дуги как получается такой как скелет но у нас такой возможности прямо поставить нет поэтому мы вот жесткость добавляем вот таким вот перекрытием вот видите я везде вот такое вот немножечко добавляю вот эту паутинку для того чтобы наше укрытие было жестче расстояние между дугами она может быть от 40 сантиметров до максимум 60 и тогда это будет достаточно у нас надежно сейчас вот мы пригнули эту часть вот здесь вот у меня очень мягкий куст мы зафиксируем его маленьким прутком он очень хорошо гнется пока еще молодой одновременно фиксируя я понимаю что вот там у нас есть еще кустик мы для дополнительной жесткой ром помоги пожалуйста мне шире поставить да и поглубже чтобы вот он хорошо очень у нас лег и видите как вот это движение мы постепенно накрываем их одна на другую доходя до крайнего куста вот у нас такая большая плетистая роза сейчас мы ее путем постепенного раскачивания не ломаем побеги ох колючая какая она у нас постепенно 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 пригибаем здесь я вот эти концы запущу под это укрытие и зафиксирую их опять же прутком одновременно вот обратите внимание как ставится пруток то есть очень правильно вот здесь захвачено основание вот того куста который уже лежит и дополнительно на это сейчас мы поставим сюда еще одну дугу внахлёст так чтобы зафиксировать надежно вот вы видите как получается достаточно компактно плюс ко всему образуется вот здесь вот еще такие запасы места вот этого воздуха то есть у нас укрытие будет лежать не на самом не на самих кустах а чуть выше понятно вот у нас здесь еще есть один маленький кустик который мы все равно должны поставить еще одну дугу вот здесь вот крест-накрест для того чтобы жестко было и еще одну завершающую для уже крепежа самого спонбонда чтобы спонбонд не так далеко уже вот где-то вот здесь то ну да я тут поставила потому что все равно укрытие пойдет дальше еще вот в принципе работа по подготовке вот этой вот нашего укрытия в этой части она сделана вот мы дошли до конца розария я куски вообще спонбонда стараюсь максимально сохранить раньше я их резала под каждой розари но потом я поняла что это достаточно глупое занятие поскольку розы все время увеличиваются и тогда уже маленькие куски начинает не хватать и ты все время докупаешь сейчас я оставляю и укрываю вот сейчас у меня будет здесь вот у меня накрывается самым большим куском спонбонда укрытие это длится в принципе от начала розария и до самого конца будет длиться и то что часть земли и многолетников попадает под укрытие это в принципе достаточно нормально ничего страшного в этом нет что я еще сделаю здесь перед укрытием я засыплю основание кустов при пудре основания кустов залой это очень хорошая агротехнический при прием значит для чего это дело вообще раньше у меня в бы с высокой при высокой влажности я открывала укрытие и очень часто у меня была серая гниль то есть у меня шла такая белая плесень по основанию кустов понятно что это плохо сразу как бы различные заболевания и так далее когда я стала опудривать золой зола производит такое легкое дезинфицирующее действие и ты когда открываешь у меня вообще вот эта серая плесень она исчезла полностью меня больше никогда не бывает когда я опудриваю золой по весне вот таких вот проблем с розами потому что зола одновременно дезинфицирует и дает легкий такой защищающие от болезней эффект теперь по поводу обработки вернемся к обработке вот прямо можно обрабатывать на самом деле вот розы лежат наши вы собираетесь укрыт укрывать и потому что после обработки надо уже укрыть чтобы перекрыть вообще доступ влаги и всего как бы вредного что может быть поэтому укрывается вообще и опудривается золой и обрабатывается перед самым укрытием и прямо по лежащим побегом мы берем препараты на основе купороса но более современные я использую типа хома аксихома их тоже можно использовать при низких температурах но они менее вредные чем просто медный купорос а вот здесь у нас небольшой розари в котором есть одна штамбовая роза есть чайно-гибридные розы флорибунды есть здесь буквально два штамба два шаба значит вот сейчас самое интересное это пригибание чая штамба штамб наш на нем привита в почвопокровная роза сохраняется вся крона старается по максимуму штамб достаточно старый у него даже с возрастом ему лет наверное 14 с возрастом у него там прививки две уже умерло но при этом он все равно жив и за это я его ценю значит как мы пригибаем розарий со штамбом во первых никогда не совершайте моих ошибок потому что поначалу вот как у меня пропало две прививки я укладывала штамп в противоположную сторону от всего розария просто на газон на самом деле штамп надо ложить в центр розария и окружать его остальными кустами он тогда лучше всего зимует это получается такая идеальная зимовка здесь будут просто ставится дуги над флорибундами то есть мы их прикибать не будем мы сейчас должны понять какой последовательности что гнуть поскольку флорибунды не пригибаются мы потом поставим сверху закрепив сам штаб пока мы их не трогаем и вот эти вот кусты мы скорее всего положим сверху на штамп единственное кого нам сейчас нужно пригнуть до штамба это вот эта роза сейчас мы ее потихонечку вот так вот немножко пригнем и зафиксируем наш побег чтобы он просто не выстреливал у меня потом его будут держать все остальные кусты если земля очень рыхлая то фиксировать достаточно тяжело наоборот надо находить в розарии место где а достаточно тяжело и жестко заходят дуги вот теперь мы его зафиксировали ну теперь займемся штамбом самое интересное значит как погибается наши штамбы вообще по поводу подкапывания на самом деле подкапывание со старыми штамбами работает уже намного хуже повреждается корни и подтягивая когда мы подкапываем мы подтягиваем корни к поверхности в итоге я столкнулась с возрастом со старыми возрастными штамбами с той проблемой что у меня очень обильно растет поросль и это не очень приятно надо постоянно будет следить чтобы поросль не забила штамб и я как бы приняла решение не подкапывать штамбы на самом деле она более правильная так или иначе мы всегда должны понимать что штамп все равно очень хрупкое создание и и пригибаем мы его раньше всего по вот такой вот прекрасной теплой погоде когда наша роза еще достаточно гибкая но все равно сломать вообще ствол вот этот который становится вот таким одеревеневшим всегда есть такой шанс поэтому это достаточно опасная процедура я немножечко освобождаю от земли и начинаю очень медленно очень медленно постепенно со страхом нажидая хруста гнуть наш штамп проверяю как вот он здесь извините как от старости уже я его хочу согнуть чтобы он в этом месте вот самое главное в этом месте не сломался и поэтому вот сейчас да я чувствую что идет достаточно тяжело и на самом деле нам нет нужды торопиться что мы сейчас сделаем мы его сейчас зафиксируем на той ровно высоте на которой он согласился у нас пригнуться потом мы можем легко вот он привыкнет к такому положению следующие выходные например мы можем опустить его ниже даже если уже будет более холодно более холодная температура но он начинает уже у нас по по теплу тянуться и потом его прыгнуть еще ниже будет проще сейчас мы зафиксируем на той высоте на которой он сам захотел у нас лечь вот он так лежит и это отлично теперь мы можем поставить дуги на вот эти вот розы вот в общем то в принципе у нас наше укрытие готово сейчас мы покажем само укрытие поскольку у нас здесь есть штамповая роза вообще обычно я укрываю в два слоя два слоя допустим шестидесятый спамбонт беру либо это будет три слоя если он потоньше но штамповая роза у я укрываю больше слоев ношу иногда это бывает четыре слоя для того чтобы наш там был укрыт получше помогаем не возьми ветер сейчас мы покажем как это делается я вообще по началу до в начале своей деятельности с розами не укрывала сам штамп но потом я опять же поняла то есть все как бы познаешь на своих ошибках мне всегда казалось что это шиповник и для чего его дополнительно укрывать но потом я поняла что это неправильно и что сам штамп тоже надо обязательно укрывать и теперь я всегда накрываю еще и штамп вот мы прикрыли самая важная часть у самого штампа это понятно его основание нет пока не мы не фиксируем вы видите то есть у меня этот пошел в спамбонт два слоя стараемся захватить полностью и вот сейчас поперек давай положим еще дополнительно положим еще и третий и теперь мы можем не волноваться что наш штамп вот он до самой земли у нас плотно примыкает и там с той стороны тоже под не не обязательно с камушками просто пока мы же сверху сейчас еще положим большой кусок просто под подогни под так теперь мы берем большой кусок уже сейчас мы будем накрывать полотном и теперь мы накрываем прямо вот этим вот покрывалом тяни больше на себя все отлично отлично теперь я знаю что тут много слоев и розам будет достаточно тепло как будем фиксировать ну во первых никто не отменял наши наши камни во вторых а мы будем фиксировать дополнительно к нашим дугам прищепками давай прищепочки вот у меня есть такие просто покупаются в канцелярском отделе вот такие металлические прищепки я их купила года четыре назад и пользуюсь ими на самом деле вот они достаточно много выдерживают укрытий закрутилась сейчас я найду где у меня тут дуга стоит и дополнительно вот так вот пришпилю к ней в принципе вот наше укрытие фактически готово под ним я просто уверена будет розе тепло розам тепло и уютно оно может быть не идеально ровно и красивое но это опять же все из-за того что у меня нет прямых ровных цветников поскольку форма фигурных цветников то вот такие вот фигурные укрытия ну внешний вид на самом деле укрытия не так важен хотя для перфекционистов возможно это как бы важно ну самое главное чтобы они перезимовали хорошо если мы укрываем розы слишком равно я просто вот для вас закрыла все торцы сейчас но на самом деле погода очень теплая поэтому я все-таки с торцов сейчас розы приоткрою и потом укрою обратно когда уже станет совсем холодно закроете торцы я оставлю вот здесь вот свободным для того чтобы ветер не сильно раздувал я пока временно вот так вот зафиксирую вот этот торец и вот он у нас побудет до холодов вот он приоткрыт остался все укрытие готово на этом все мы начинаем все готовить дружно наши розы к зиме я в том числе у меня еще работы очень много до новых встреч удачных удачной вам зимовки вашим розам ну и вам счастливо дождаться весны до новых встреч удачи мне